Здравствуйте, первый вопрос у нас касается реального выполнения стратегии, которую Украина прогнозирует, планирует, сделает до 2030 года. Люди, которые её писали, реально признаются, что цифры они придумывали. Насколько это повлияет на выполнение стратегии? Ну, в первую очередь я хотел бы оценить тот большой труд, который провели и сделали авторы стратегии, потому что действительно очень много интересных материалов было подготовлено, то есть они были систематизированы, то есть мы как бы увидели довольно-таки глобальную картину информационную по всем подотраслям украинской энергетики. И естественно, что это очень хороший материал для всех аналитиков. Другой вопрос, насколько эта стратегия реальная, то есть тут есть проблемы, потому что, на мой взгляд, что эта стратегия разработана всё-таки для какой-то идеальной экономики, а не для украинской экономики, потому что украинская экономика, к сожалению, находится в достаточно плачевном состоянии, мы наблюдаем процессы монополизации рынков, административного регулирования, и естественно, что всё это не учтено. Стратегия и стратегия рассчитана на то, что всё будет развиваться по законам конкуренции, по законам рынка, что государство будет действительно правовым, и инвесторы будут защищены от всяких влияний криминалитета, государственных чиновников и так дальше. Но, к сожалению, всего этого нету, и поэтому эту стратегию можно воспринимать на сегодня просто как интересный информационный материал, который можно использовать аналитикам в своей работе. – Хотелось, например, назвать некоторые цифры, которые действительно вызывают в меня сомнения. Ну, в первую очередь, в энергетической стратегии запланирован рост производства электроэнергии где-то на 50%. То есть в соответственном потреблении приблизительно на таком уровне планируется, что возрастёт. Однако, это достаточно сомнительная цифра, поскольку последние несколько лет, наоборот, мы наблюдаем сокращение производства электроэнергии, потому что идёт экономический спад в Украине. И, в принципе, я думаю, что украинская экономика, она без энергосбережения, она просто не имеет будущего для своего развития. Поэтому мне кажется, что это чрезмерный рост заложен, совершенно нереалистичный, касается электроэнергии. Кроме того, тут есть противоречие, что, с одной стороны, в энергетической стратегии показано, что фактически 81% всех энергетических мощностей по генерации, они отработали предельный свой срок эксплуатации, а с другой стороны, показано, что существует возможность до 2030 года нарастить мощности на 50%. То есть это требует действительно колоссальных средств. Всего это более 1 триллиона гривен только по электроэнергетике. И я думаю, что все-таки в этом плане надо быть более таким, как бы, сдержанным. И все-таки я не верю, что будет такой рост потребления электроэнергии. Электроэнергии просто наша экономика это не выдержит. И тут надо определять, уделять внимание больше энергосберегающим технологиям. И главный вопрос, это вопрос, каким образом будут привлекаться инвестиции. Почему? Потому что государство, естественно, что не в состоянии самостоятельно проинвестировать все эти мероприятия по достижению целей аналитической стратегии. И можно сказать, что даже такая компания, как ДТЭК, она не справится с инвестиционной программой самостоятельно. Поэтому без привлечения внешних кредитов, без создания совершенно иной инвестиционной ситуации в стране, эта энергетическая стратегия не может быть выполнена даже на 20-30% от тех задач, которые перед ним стоят. В то же время, в условиях, когда мы видим, что с одной стороны правительство разрабатывает вроде бы энергетическую стратегию, которая основана на либеральных каких-то ценностях, описаны общие слова по либерализации рынка, то есть по созданию конкуренции, привлечению инвестиций. А с другой стороны, мы видим обратную картину, когда ключевые рынки энергетики в Украине, они монополизируются. Это в первую очередь рынок нефтепродуктов, рынок природного газа, электроэнергетики. И естественно, что в условиях монополизации рынка, то есть мы не сможем привлекать необходимые инвестиции, и эти рынки, наоборот, они будут подвержены своей деградации. Это я вижу серьезную угрозу для энергетики и для перспектив развития вообще энергетического комплекса. Есть негативные последствия после принятия энергостратегии в том варианте, в котором сейчас есть Украина? Ну, вы знаете, что есть определенные негативные моменты, потому что все-таки те параметры, которые там заложены, они дают достаточно сомнительные ориентиры, да, то есть и если действительно государство просто нету средств, значит, обеспечить выполнение этих ориентиров, а инвестиционная ситуация в Украине не способствует этому. И то есть это может быть какое-то просто искаженное представление о нашем энергетическом комплексе, о его развитии, то есть может эта энергетическая стратегия послать не совсем правильные сигналы для потенциальных инвесторов, для органов государственной власти, которые могут действительно наломать дров, если они будут ориентироваться такими цифрами. Вот я хотел бы еще одну цифру назвать, то, что заложено импорт природного газа в 2015 году больше, чем мы будем импортировать в 2013 году, в то время как правительство, значит, заявило, что Украина сократит импорт газа до 18 миллиардов кубических метров в 2014 году, в то время как в стратегии в 2015 году заложен импорт природного газа на уровне более 35 миллиардов. То есть мы видим уже противоречие между потребностями экономики Украины, невозможностью оплачивать, значит, этот импорт дорогого газа и теми ориентирами, которые указаны в энергетической стратегии. Таких моментов в энергетической стратегии, к сожалению, есть много, хотя есть и позитивные вещи, то есть если проанализировать сектор транспорта газа, транспорта нефти, то там достаточно указаны более-менее реальные перспективы и прогнозы. То есть это то, что действительно, допустим, если брать по транзиту газа, то объемы будут сокращаться, они к 2030 году будут находиться на уровне в 70-80 миллиардов кубических метров в год транзита. То есть это приблизительно соответствует тем параметрам и тому анализу, который проводил в свое время центр Разумкова. И то же самое касается и транспорта нефти, хотя сомнительно то, что будет реализован проект Одесса-Броды, то есть евразиатский коридор, это так называемый по транзиту нефти азербайджанской через Украину в Польшу, в Германию, и в Словакии, в Чехии, в другие страны Центральной Европы. Однако в целом разделы по транспорту нефти, по транспорту газа, они, с моей точки зрения, описаны достаточно корректно. Что-то можно исправить, изменить, улучшить? Какие-то предложения, возможно, принимаются еще? Ну я бы в первую очередь заложил в стратегии и меньшие объемы потребления природного газа. То есть это нацелит нашу экономику на энергосбережение, потому что те параметры, которые заложены в аналитической стратегии, это более 45 миллиардов кубических метров в год. Все-таки это достаточно для экономики Украины, будет сложно выдержать. И, конечно, я бы сократил еще показатель прогнозной потребления электрической энергии, потому что все-таки рост на 50% электроэнергии, это все-таки очень много, да, и с учетом уже того, что и так наш энергетический комплекс, энергоемкость нашего ВВП в 2,5-3 раза выше, нежели энергоемкость в среднем по странам Европейского Союза, и при этом закладывать еще на 50% рост потребления электрической энергии, и мне кажется, тут это нецелесообразно. И, может быть, завышены, с моей точки зрения, показатели потребления угольной промышленности, потому что все-таки, с моей точки зрения, перекос сделан в развитии угольной промышленности, да, то есть за счет некоторых других отраслей. Если брать альтернативные источники энергии, то, с моей точки зрения, действительно там заложен достаточно большой рост, то есть где-то к 30-му году показатель производства электроэнергии с возобновляемых источников должен достигнуть 10% от общей генерации электроэнергии в стране вообще. Это достаточно такая амбициозная цель, да, то есть хотя Европейский Союз, энергетическое сообщество нацеливает еще на более такой амбициозный результат, это до 20%, но для Украины, я думаю, в условиях атомной энергетики, когда отсутствует высокой доли в энергобалансе атомной энергетики, когда отсутствует достаточно маневренных мощностей, все-таки достижение 20% производства электроэнергии из возобновляемых источников, это, мне кажется, чрезмерные показатели, поэтому тут в стратегии более-менее цифра показана правильно. Ну и самое главное, я бы хотел сказать, то, что надо больше уделить внимание модели развития электрического рынка. в Украине, потому что там, в принципе, в общие слова написаны правильно, но мне кажется, что этот вопрос настолько важный для Украины, что следует эту модель и описание ее детализировать более точно, потому что мы знаем, что сейчас принимается закон об электрическом рынке, и он имеет достаточно много недочетов. В первую очередь это касается фонда стоимостного дисбаланса, то есть который фактически предподразумевает преимущества и привилегии в этой модели для тепловой генерации, наоборот, создает плохие инвестиционные условия для атомной энергетики, и фактически есть моменты в этом законопроекте, которые не будут способствовать инвестиционному процессу, наоборот, будут способствовать монополизации рынка электроэнергии, и это может привести к недостаточному притоку инвестиций и к очень печательным последствиям вообще для энергетического комплекса до его деградации. То есть не хотелось бы, чтобы в электроэнергетике повторились те же процессы, которые мы видим в нефтепереработке, когда нефтеперерабатывающий комплекс искусственно был в свое время огражден пошлинами, то есть от конкуренции, когда инвесторы не хотели, а государство не создавало стимула для того, чтобы влаживались инвестиции в нефтепереработку, модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. В результате мы, при том, что имели избыток мощностей значительный, сейчас мы вынуждены закупать нефтепродукты по импорту на 80% и более, и непонятно вообще, как может из этого коллапса выйти нефтепереработка. Не хотелось бы, чтобы такая же участь ожидала наш комплекс электроэнергетический, однако я вижу, что сегодня, так сказать, к сожалению, повторяются многие те ошибки нашей властью, которые были сделаны при планах и программах развития нефтепереработки. Если смотреть на эту энергостратегию с точки зрения международных отношений и обязательств, которые Украина брала на себя в отношении АЕС и других, вот как это бы влияет? Ну, в общем и в целом, так сказать, энергетическая стратегия, она во многом соответствует энергетическим обязательствам, которые Украина брала перед энергетическим сообществом, но если присмотреться более детально, то все-таки энергетическая стратегия требует более четкой конкретизации тех механизмов, которые могли бы позволить достигнуть тех результатов, которые заложены в энергетической стратегии, и действительно все-таки надо больше внимания уделить процессу вхождения Украины, полноценному вхождению Украины в единое правовое пространство с энергетическим комплексом Европейского Союза, то есть чтобы действительно экономика Украины была и энергетический комплекс, в частности, был конкурентоспособный, и инвесторы были защищены, и в принципе в основном законодательство Украины должно соответствовать тем принципам третьего, так называемого, энергетического пакета, который сейчас внедряется в Европейском Союзе, и самое основное, что Украина должна избавиться от монополизации, от процессов монополизации, которые сейчас происходят в нашем энергетическом комплексе, и под словами красивыми либерализация, прозрачность, евроинтеграция, то есть, к сожалению, это все ширма, мы видим абсолютно противоположные явления, и если эти процессы монополизации на энергетических рынках не остановить, то наш энергетический комплекс, практически все его сектора будут ждать достаточно печальной участии. Ну, мне кажется, что вообще эту стратегию разработали, наверное, все-таки рановато. Почему? Потому что, вернее, обновили ее, хотя действительно предыдущий проект, вернее, предыдущий вариант стратегии устарел, но сейчас очень сложно сориентироваться на показатели, почему? Потому что наша экономика все еще находится в состоянии трансформации, она еще никак не может выйти с вот этого вот советской системы управления, то есть, в государственные институты, фактически не работающие, то есть, они превратились практически в филии крупного капитала, не в состоянии обеспечивать защиту интересов потребителей и вообще национальные интересы на энергетических рынках. То есть, мне кажется, что в таких условиях, да, фактически полного государственно-управленческого коллапса в экономике, в энергетике, в частности, практически невозможно спрогнозировать ситуацию на такой длительный период. И поэтому уже после того, как действительно, если бы Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, и действительно мы бы увидели волю, политическую волю украинской власти, или это, или следующее, которое будет делать реформы в экономической, политической, социальной сфере, да, то есть, действительно, чтобы это было, как бы, не одни разговоры о действии по достижению приоритета права, да, вообще, как бы, и в экономике, и в социальной жизни, и чтобы действительно, как бы, инвестор чувствовал свою защиту, тогда можно уже, если бы мы пошли уже, как бы, этим путем, то есть, обновили свой политический процесс, экономический процесс, так сказать, всю свою политическую систему, тогда можно было бы делать какие-то прогнозы. Но в рамках ныне существующей социально-экономической системы, модели развития, загнивающей, которая фактически, как бы, не существует, не работоспособна, и только время, как бы, тут необходимо время, чтобы понять, и когда эта система полностью, как бы, себя изживет и потерпит полный крах, да, то есть, потому что выжить она уже не может. Модернизировать социально-экономическую систему Украины уже невозможно, да, то есть, и поэтому в этих условиях разрабатывать энергетическую стратегию или стратегии каких-то других отраслей абсолютно невозможно и нереально. Продолжение следует...